Из программы капитального ремонта исключены сразу 53 дома. 35 из них признаны аварийными. Еще 18 по документам оказались так называемыми малосемейными общежитиями. Об этом доложили на специальном совещании в администрации региона. По словам губернатора Игоря Кошина, ситуации, когда жители города платят взносы на капитальный ремонт, а их дом в итоге признается аварийным, быть не должно. Поэтому необходимо оперативно провести недостающие обследования, чтобы иметь четкую картину, что мы именно ремонтируем, а что расселяем. 78 именно столько лет самому старому дому, который признали аварийным. Всего же в этот список вошли 35 еще пока жилых строений. Для их жильцов данное решение говорит о том, что их освободят от уплаты на капитальный ремонт, сразу после того, как специальное постановление вступит в законную силу. Конструктивные элементы были с большой степенью взноса, свыше 70%. По этой причине они были исключены из программы капитального ремонта. Таким образом, жители данных домов после вступления в силу данного постановления перестанут оплачивать взносы на капитальный ремонт этих домов. Еще 12 домов, жители которых больше не будут платить в общий котел на капитальный ремонт, экспертная комиссия признала общежитиями. Теперь в программе капремонта осталось 477 строений, 306 из которых расположены в Наринмаре, 132 в поселке Искатели, остальные 39 в деревнях и селах региона. В ближайший месяц решится судьба еще 58 строений. Все они на территории Наринмара. Фонд содействия реформированию ЖКХ благодаря поправкам в окружной закон теперь имеет право на проведение независимого обследования домов. Напомню, ранее экспертизу проводили только муниципальные власти. По результатам обследования, там посмотрим, есть ли износ свыше 65, дом пойдет в программу аварийки. Если износ отдельных конструктивов 70, точно так же пойдет. Если нет, то тогда, конечно же, он не попадает уже однозначно во второй этап переселения, и тогда есть смысл его ремонтировать. Но если дом признали аварийным, а его жители исправно вносили средства на капремонт, накопительные деньги в этом случае потратят на снос ветхого строения. Такова специфика федерального закона. Впрочем, надежда вернуть свои деньги все же есть. Если же будет изъять земельный участок по домам, ну то есть собственники не снесли, допустим, и изымается земельный участок, тогда эти деньги возвращаются всем собственникам, то есть гражданам. Те собственники, в которые до сих пор не знают, когда в их доме будут проводить обследование на факт аварийности, сами могут ускорить процесс. Для этого необходимо вызвать специалистов БТИ. Независимая экспертиза обойдется в среднем в 5000 рублей. Если ваш дом признают аварийным, то отдавать из кошелька каждый месяц на капитальный ремонт уже не придется.